Девушки отдыхают Девушки отдыхают Неловкие ситуации Ситуация number one Первая неловкая ситуация произошла по причине вот этого вот товарища Это крем Китонал И это не реклама Это разогревающая мазь, которая облегчает боль Так вот Однажды вечером у меня очень сильно заболели ноги А на следующий день мне нужно было выступать на сцене Танцевать И я такая подумала, почему бы мне не намазать эти ноги кремом Чтобы они перестали болеть И на следующий день я могла спокойно танцевать И совершенно ничего Ну вот просто ни капельки Ничего не предвещало беды Но она случилась Я очень хорошенько так намазала полностью ноги кремом И руки я не помыла Ну конечно, ну зачем мыть руки, я не понимаю Ну кто моет руки после разогревающего крема А потом у меня зачесался глаз И я вот этими вот нечистыми руками Полезла в глаз и начала его очень хорошо расчесывать Потом подумала, что что-то сжет Но мысль, что это крем, мне так и не пришла в голову Поэтому я решила что-то чесать сильнее Потому что наверняка что-то туда попало И я начала чесать сильнее В итоге в этом креме были не только мои ноги и руки Но еще и глаза и полностью все лицо Дальше была просто картина маслом Потому что я носилась по квартире Орала все это, отмывала водой Потом феном холодным направляла воздухом Пыталась, чтобы это все как бы не горело Чтобы было хоть чуточку прохладнее Но в итоге на следующий день я выступила нормально Так что все обошлось Хэппи-энд Следующая история, это даже не совсем история Она скорее какая-то очень глупая идея Которая пришла в мою голову Я, конечно же, хочу с вами этим поделиться Пожалуйста, все, что будет дальше Не воспринимайте всерьез Потому что это очень глупо И это как бы... Блин, ну... Просто я однажды взяла вот так вот гирлянду И подумала Почему бы не запихнуть ее в нос? Ну вот интересно же, что будет с гирляндой, когда я запихну ее в нос? Хотите узнать? Я думаю, это не требует комментариев Вы бы просто видели мое удивление, когда я увидела, насколько эта гирлянда делает нос красным У меня сразу какая-то ассоциация с оленем Не знаю почему Я знаю, это странно Но на то это видео и называется Неловкие ситуации Та-дам! Но на этом еще не все У меня есть такая проблема, что когда я сильно волнуюсь Я начинаю заморачиваться И даже если я говорю правду Моя правда очень смахивает на ложь И все начинают думать, что я вру Но я говорю правду Это очень сложно объяснить У меня просто в голове что-то щелкает И мелькает мысль, что А вдруг все подумают, что я вру? И после этой мысли я начинаю контролировать Каждое свое движение Каждое свое слово И от того, что я так сильно заморачиваюсь Это больше похоже на ложь, чем на правду Надеюсь, что вы поняли Так вот однажды то же самое случилось в магазине техники Да не простой техники, а с яблочком наливным В магазине Apple С самого начала, когда я зашла в этот магазин Что-то пошло не так Потому что на меня очень пристально смотрел охранник Он это делал примерно вот так Ну как бы меня это немного напрягало Но я решила, что не важно И вдруг в моей голове мелькнула замечательная мысль А вдруг он подумает, что я вор? И наверное вы уже догадались, что было дальше Я начала контролировать каждое свое движение И от этого это все выглядело очень неестественно И охранник еще более подозрительно на меня смотрел Так что ситуация становилась только хуже и хуже Хочу все исправить, делаю еще хуже Я подошла к стойке с айфонами И взяла в руки айфон 7 Я не собиралась его покупать Я просто хотела на него посмотреть Не знаю зачем Я стояла долго его рассматривала Проверяла разные функции Камеру и так далее И я хочу сказать, что у меня как бы у самой айфон 6 И он мало чем отличается в плане внешнего вида С седьмым айфоном И произошел очень неловкий момент У меня в кармане зазвонил телефон Вот этот самый Но мой мозг решил, что мой телефон находится не в кармане А у меня в руке Тот самый, который я держала Седьмой Я до сих пор не понимаю, как это произошло Но дальше нужно было видеть Седьмой айфон был пристегнут вот такой вот пружинкой И я просто со всей дури Вот так вот его дергаю Чтобы прижать к уху Чтобы как бы ответить на звонок Это странно Я ничего не оторвала, не повредила Но потом я повернула голову влево И увидела, как на меня несется охранник Я как бы изначально не очень понравилась этому охраннику Но после этого случая я поняла, что нужно по-бырому оттуда уходить Короче, в магазинах лучше вести себя нормально И не пытаться оторвать айфоны от стоек Потому что все вокруг подумали, что я решила его украсть Ко мне пришла еще одна неловкая ситуация Дальше я хочу вам рассказать про один очень замечательный диалог с учителем Который запомнился мне надолго Иду я такая по школе, никого не трогаю И вдруг ко мне подходит учитель и спрашивает Маша, это ты? А дальше я этот вопрос не расслышала Я просто не поняла, что она спросила И я такая, что? И учительница повторяет тот же самый вопрос И я снова его не услышала Она задала мне этот вопрос в третий раз И как вы думаете? Я снова не поняла, что же она у меня спросила Она задала этот вопрос в четвертый раз И я как бы снова не поняла ничего из того, что она сказала Но решила, что переспрашивать как-то стыдно Поэтому решила ответить наугад Просто молодец И я сказала да И дальше я чуть не умерла от страха Что? Это ты сделала? Я совершенно не знала, о чем она говорила Но я явно не делала ничего плохого Поэтому я сказала нет И она такая Тогда или нет? Я окончательно запуталась и сказала Я не знаю В смысле не знаешь? И я ей сказала, что я не поняла первого вопроса Хочу исправить, делаю еще хуже И последняя замечательная история, которую хочу вам рассказать Это снова началось Связано со штрихом Однажды моя подруга, которая сидела за три парты от меня Попросила у меня штрих В тот момент была контрольная Все молчали И я не хотела никого отвлекать Поэтому решила, что не буду его передавать А просто кину И это была не очень хорошая идея Хочу заметить, что у меня заметкость и заметание всегда были двойки И я такая готовлюсь кинуть штрих Говорю, лови И кидаю И ладно, он бы просто полетел назад В противоположную сторону от моей подруги Но он прилетел в голову другому мальчику Просто идеально Так как была контрольная и было тихо Об этом узнал весь класс И после этого мне никто не дает кидать штрихи На этом мой позор заканчивается По крайней мере для этого видео Поверьте, у меня еще очень много разных странных, смешных, неловких историй Поэтому если хотите видеть вторую часть То ставьте пальчик вверх И пишите об этом внизу в комментариях Мне будет очень приятно И еще подписывайтесь на мой инстаграм Надеюсь, это видео заставило вас улыбнуться хотя бы один раз А если вы ни разу не улыбнулись То улыбнитесь прямо сейчас Я слежу за тобой Большое спасибо, что досмотрели это видео до самого конца Для меня это очень важно И помните, что я вас всех очень-очень-очень-очень-очень сильно люблю До новых видео Всем пока!